Приветствую друзья! Я продолжаю по летушке по Elite Dangerous, по галактике Млячный путь, исследования, путешествия вокруг галактики, все как положено, все что я люблю. Так, вы наблюдаете мой ASP. Ну что ж, давайте откроем карту. Я сейчас нахожусь в той системке, которую мы изучали в предыдущих сериях, но все изучено, так что полетим дальше. Теперь нас ждет звезда класса B. Давайте-ка сначала сориентируемся, где мы. Ближайшая звезда позади нас, к сожалению. Да, не люблю я возвращаться, возможно наверх поднимемся, да? Или вот чуть, чуть левее полетим вот сюда. А ну-ка проложить маршрут. Класс B остался и класс О. Белые или бело-голубые звезды, то есть очень горячие. Чем горячее звездень, тем она белее. Чем прохладнее, тем она краснее, как говорится. Ну то есть не потому, что в игре так сделали, а потому что в реальности так и есть. Вот у нас желтая звезда, она, скажем так, средней горячести наше, наше солнышко. Ладненько. Ну, мы только что были на горячей звезде класса А, белая-бело-голубая. И мы нашли целых пять терраформированных, пригодных для терраформации планет, и одну уже готовую для заселения. Планету земного типа. Если честно, я не ожидал увидеть на горячей звезде хотя бы одну живую планету. Хотя не знаю почему. У каждой планеты есть своя зона златовласки. Ух ты блин, какая громадина. Просто пипец. Блин, она реально синяя. Та звезда, которая была до этого, была белая, а вот эта вот она, бело-синяя. Еще горячее. Разве не круто? Конечно, круто. Так. Откроем системку. А, блин, я забыл ее изучить. Да. Печалька. Сейчас изучим. Двадцать три объекта. Спектральный класс Б составляет очень яркие бело-голубые звезды, и масса варьирует от 2 до 16 солнечных масс, а температура поверхности достигает 30 тысяч кельвинов. 30 тысяч, приколите, по сравнению с пятью тысячами нашей звезды, нашего солнца. По-моему, пяти тысяч. Я уже точно не помню. Вроде бы пять тысяч. И срок жизни короче, чем у большинства звезд. Главное последовательности. Ну, потому что они громадные и быстро выжирают свое топливо. Так. Возраст. 238... Ой, фу-ты. 232 миллиона лет. Реально молодая. Так. Температура поверхности 17 тысяч. Неплохо, неплохо. Блин, давайте взглянем. Хочу изучить. Вот хочу и все. Хочу изучить эту систему, посмотреть, что за планеты тут имеются. Я раньше уже бывал на таких вот звездах и изучал планеты, просто я не обращал внимания, что за они. А сейчас давайте взглянем поподробнее. Так. Ну, здесь явно нету пригодных для треформации. Продолжение следует... Богатая металлами планета Неплохо Добыча на ней будет Очень хорошей Ну вот здесь так и написано Разработка Месторождений здесь весьма прибыльна То есть за эту планету заплатят Неплохо Так, у нас здесь диоксид Туклерода, камень, металл Ну это все неважная информация Главное что здесь написано в описании А в описании написано Что нам за эту планету Отбашляют бабла Летим дальше Возможно смогу скопить себе на АСП Еще один Ну или на что-то покруче Ну к завершению полета Я думаю я смогу купить себе Какую-нибудь Анаконду Но до завершения еще далеко В принципе мне вообще не важно Какой корабль Я реально размышлял над тем Чтобы полететь на Вайпере Ой, в каком Вайпере О чем я говорю На Сайдвиндере, друзья На Сайдвиндере я хотел полететь Думал над этим Совершить кругогалактическое путешествие На самом первом корабле Который дается Может я еще это сделаю Но чуть позже Так Что у нас тут Опять же Хорошая планета Добыча на ней Весьма прибыльна Круто Опять же Неплохая системка попалась Совсем неплохая Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова что у нас тут ничего особенного спутники этих газовых гигантов я изучать не буду так просто хочу узнать состав основных планет вокруг этой звезды ух ты как далеко лететь я даже не обратил внимание 2000 световых секунд похоже мы тут задержимся ну системка красивая я не против эта звезда радует глаз такая бело-синяя прикольно я уйду на паузу ненадолго друзья через секунду встретимся почти подлетели а 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 я н я я r а я плюс розовый ну к полюсам скажем так цвет становится более красноватым таким розоватым как мне кажется ну ладно посмотрим что это за цвет такой что именно из элементов может выдавать такую такую палитру цветов проведем спектральный анализ этого свечения а Подлетим поближе к планете Хочу на нее посмотреть Как она выглядит Газовый гигант класса 3 Давайте взглянем Ну это просто рандомный цвет Как я понял Он ничего не означает Никаких уникальных элементов Ну по крайней мере в рамках этой игры Здесь нету Но все равно давайте подлетим Глянем как он выглядит поблизости Вблизи Прикольный цвет у него Спутники я изучать не буду Как я говорил Хм Странно Вблизи мне Уже начинает чудиться Зеленый цвет Вам так не кажется Синий плюс зеленый Короче блин Глюки короче Какие-то уже начинаются у меня Друзья Надо лететь дальше Так Что у нас там дальше Карта системы Последний газовый гигант Ну Вряд ли Он из себя что-то представляет Интересное Хотя Раз Я реально думаю Что он ничего из себя не представляет Пожалуй Мы полетим дальше Так Дальше у нас Б Ну-ка 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 Давайте еще к одной башке слетаем Вот сюда Ну-ка Да Что-то не могу ее выбрать Выбрал Посмотрим Насколько Закономерен Подобный состав Таких звезд Таких звездных систем Продолжение следует 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 7 объектов не густо не густо так давайте-ка изучим эту звезду она такая же как предыдущая так ну да в принципе вижу вижу некоторую закономерность у нас здесь то же самое что в предыдущих предыдущей системе металлические планеты две каменные наверное и газовые гиганты наверное именно для для подобных звезд это справедливо класс b 14 тысяч кельвинов температура я надеюсь что я не ошибаюсь когда называю температуру в кельвинах так мало ли может тут еще что-то придумали давайте-ка изучим первую планетку посмотрим хочу еще кое-что выяснить будет ли она богата металлами опять опять не по не про не проследил за скоростью а черт так ну планета с высоким содержанием металлов я уже вижу что она не особо не особо я ничем не примечательная планетка да за нее вряд ли много заплатит но в принципе эта система похожа на придуты на предыдущую соответственно есть некая некая закономерность так уже язык заплетается ну что ж ладно на этом я сейчас закончу эту серию не знаю как долго она бы она длилась скажем так будем считать что я уделил внимание к одной конкретной звезде в этой серии класс b в следующей серии мы изучим класс а так ну ладно надеюсь вам понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал всем пока